видите как сегодня бомбят россию привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья сегодня у нас видео солянка у нас будет много луя у нас будут пропагандоны пуля вы узнаете почему лукашенко является президентом украины но это из уст пропагандистских телевизионных каналов как они обрабатывают мозг вы узнаете что лукашенко организовал майдан 2014 года еще вам покажу четыре видео которые заставят кого-то улыбнуться а кого-то писать комментарий может быть даже гневный итак начнем мы с беларуси мне недавно попалось видео где пропагандисты луя очень сильно целый час его расхваливали рассказывали такое у нас великий лун ведь он в обществу поставил новую задачу он хочет чтоб общество выбрала между хлебом и оружием и вот он предложил им задуматься как же правильно распределять бюджет и думаю господи что он уже такого сказал в общем нашел это видео хочу вас чуть-чуть помучить особенно белорусов показать вам этот фейс где он на эту тему высказывается но я в отличие от пропагандонов сделал другие совершенно выводы сейчас вы услышите я с вами поделюсь ну первое оказывается луи своим прикрытникам сказал вы представляете россию уже бомбят ведь прошло полтора года от того момента кто же там с нами воевать будем то украина и три дня до собрания с прикрытниками фразой россии бомбят это страшно кто бомбит правда неизвестно что происходит непонятно ну давайте а я вот сижу и думаю даже министр присутствует финансов он этим так не занимается слушайте а видите как сегодня бомбят россию видите беспилотники летают туда-сюда а поменялась риторика до поменялось друзья знаете единственном дальше я вот в отличие от пропагандонов какой сделал вывод он не рассказывает что он стоит перед сложным выбором какой-то защиты он рассказывает что это стоит сотни миллионов рублей у него нет денег потому что он тут не успевает их тратить поэтому я вот каждый день говорю но это так дорого стоит но так дорого стоит надо с этим помогать бороться мы конечно будем путь дать только денег но посмотреть я думаю ну вот как этому противостоять вот такой вариант есть такой такой а это стоит сотни миллионов рублей ну сейчас я покажу просто еще новость последнюю сюда в эту тему добавлю луи настолько боится слова беспилотник что они сверху могут что-то бросать даже не приземляясь к нему в резиденцию что на территории беларуси запрещены все любые беспилотники теперь надо пройти 8 разрешений кгб что ты работаешь на гостелевидении тогда тебе разрешат летать на беспилотники да тут будешь под круглосуточным наблюдением наверное на дрон будут вешать маячок на коробку на все где он только есть луи панически боится беспилотников просто уже видно беларусь теперь бесполетная зона беспилотников они летают и будут летать пропаганда это знает боится тоже очень страшно ладно идем дальше где он платится вот я и думаю мели рацию ему проводить обрабатывать новые земли уводить вы сейчас не можете обработать то что есть или эти пороться всеми беспилотниками страшное оружие вот путиным обсуждали но это бешеные деньги но жизнь же дороже поэтому я просто вам намекаю на то мы конечно будем поддерживать будем помогать но деньги закапывать землю просто так не будем вот так вот друзья а пропагандоны рассказывают что он думает о хлебе он думает о своей безопасности даже здесь он хочет чтобы это профинансировал пуль он его пугает я же тебе помогу я всю контр беспилотную работу проведу дай только сотни миллионов рублей я же тебе уже говорю это страшно это учиться бомбят россию ладно следующая короткое видео оно такое вы вы должны воспринять юмором я его тут публикую только потому что она в телеграме почему-то набрало огромное количество репостов улицы москвы лукашенко президент украины а бандера организовал майдан нехороший и на конфликта россии и украина потому что не того президента посадили украине кого я считаю так что он неправильно все делает а были другие кандидатуры на пост президента я бы старого ставил который был а кто был вуку шанс ка и 3 знаешь лукашенко как президент украины было правильной политикой по крайней мере до этого воин и не было таких серьезного челс а почему лукашенко ушёл с постав�ка сам президент украины и закончился его срок и чем сейчас занимается лукашенко не знали интересуюсь его жизни тысячавия что если лукашенко остался президентом утра и такого бы не было вот такие бандеровцы корей называет поддерживают движение бандеровцев Ranger quica плевый так называют Потому что они поддерживают движение бандеровцев. Кто такие бандеровцы? Начинатель этого движения имел фамилию Бандера. А кто это такой? Человек, который устроил Майдан. Майдан. В общем, своеобразно как-то пропагандоны влияют на мозг молодого поколения Российской Федерации. Удивительный эффект. Прям очень удивительный. Следующее видео, оно из разряда биологического оружия Украины. Мы с вами уже думали, что мы за полтора года перечислили все, что придумает пропаганда. Начиная от боевых комаров, заканчивая, не знаю, утками летающими. Ну, много Украина изобретает. Научный прогресс у нее идет лучше, чем в любой стране мира. Мы уже к этому привыкли. Окультные науки, вы же видели недавно, были целые огромные видео пропаганды, что Украина направила всех ведьм, все летающие. Вообще фильм Ви не зря был придуман. Это все против российского человека направлено. Но они пошли дальше. Украина изобрела призраков, которые торпедируют подводные лодки и лупят по кораблям. Это новый вид технологического оружия, которое придумала Украина. Поэтому вот эти такие рассуждения я вам хочу показать. Мы столкнулись с такой проблемой или несуразностью, неопределенностью. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. То, что мы, имея флот, воюем на море с государством, которого флот не имеет. Получается, что Черноморский флот как бы по сути воюет с каким-то призраком или фантомом. Но при этом умудряется нести потери. Это Россия. Вот так вот, друзья, призраки. Ладно, идем дальше. Следующее видео, которое я вам хочу показать, оно касается, знаете, мне очень много белорусы пишут, как сейчас взялись в школах пропагандисты, политруки. Я уже запутался, как их там называют. И начиная с первого класса мучают детей и пичкают ядом пропаганды просто с первого класса деток. И ни в одну школу невозможно пойти, потому что зомбируют детей. В России быстро переняли, там тоже самое. В свои пошли патриоты СВО, вагнеровцы, которые отсидели там за убийство много раз, теперь получили амнистию, могут преподавать в школах и рассказывать о героизме, патриотизме. Как правильно сидеть на зоне, это русскому ребенку еще больше интересно. Поэтому на эту тему короткое видео, урок патриотизма в Путинастане. Все страны это враги. Они хотят уничтожить Россию и захватить наши ресурсы. А они разве не захватили наш газ? Нет. С чего ты взял? Ну просто у нас дома газа нет. Заткнись, пожалуйста, проведут скоро. Ты куда-то торопишься? У тебя вся жизнь впереди. А у Путина, господи, дай бог ему здоровья на тысячу лет. Не тысячу рук. Но нефть-то точно захватили. А ты с чего это решил? А папа говорит, что бензин стоит так, как будто его из-за границы везут. Завтра папу в школу с рюкзаком на переобучение поедет. Вы не понимаете, что вокруг одни нацисты. Сидеть! И не забывайте, мы великая империя. Мы сверхдержава. Деньги на шторы все принесли. Сдаем. Друзья, я вам хочу показать еще одно видео. Последнее, в принципе, если вы дошли уже до этого момента, значит мы с вами на одной волне. Подписывайтесь. Лозунг моего канала «Хороших людей больше». Мы будем видеть, что у нас больше и больше. Следующее видео касается Дмитрия Пескова. И оно будет пророческим. Всем хорошего дня, Украине, спокойной ночи. Слава всем защитникам и всем героям. Помогайте ЗСУ, помогайте добровольцам. Пока. До завтра. Новую бритву для стрижки усов. Щетку зубную и мыло кусок. Пачку сканвордов и пару носков. Вот что в тюрьму возьмет Дмитрий Песков. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!